Итоги уходящего понедельника Синомарка съехала на обочину и врезалась в забор Глядь, под машиной человек лежит, я как крикнула Что видели очевидцы Виртуальный талончик В бобруйских автобусах заработала бесконтактная оплата Хвалят Как пользоваться ноу-хау А также реформы на Белшине, креветки с мышьяком и мимолетная жара Синоптики объявили штормовое предупреждение В Беларуси выздоровели и выписаны свыше 6,5 тысяч пациентов с COVID-19 По всей стране работают 38 лабораторий Врачи провели почти 275 тысяч тестов Еще 100 тысяч в страну поступила очередная партия экспресс-анализов на антитела Вузы приходят на помощь медикам В лаборатории ДНК технологий Гродинского аграрного университета Теперь также выявляют опасную инфекцию Тем временем волонтеры БРСМ помогают пожилым людям За без малого два месяца добровольцы разнесли по адресам свыше 13 тысяч рецептов на лекарства На Белшине начали оптимизацию производства Об этом заявил гендиректор Андрей Бунаков Новый руководитель вступил в должность на прошлой неделе Его назначил президент Александр Лукашенко Ранее Андрей Бунаков занимал пост зампреда концерна «Белнефтехим» Курировал работу бобруйского гиганта Новоиспеченный глава окончил Академию управления по специальности инновационный менеджмент Освоил правоведение Трудовую карьеру построил на производстве Светлогорск химволокно От юрисконсульта до заместителя генерального директора Топ-менеджер около трех лет возглавлял компанию «Полоск стекловолокно» Самое главное, что у предприятия есть очень хороший потенциал и опора Это в первую очередь, конечно, трудовой коллектив Здесь нет недостатка в профессионалах своего дела Которым по силам придать новый импульс развитию предприятия Поэтому с первых дней мы занимаемся, в общем-то, оптимизацией всех процессов на предприятии И я думаю, что это самое главное сегодня Пожар в Стасевке уничтожил усадьбу с резными украшениями Хозяин дома едва не сгорел заживо Что спасло мужчину от гибели узнал Максим Кембель Уснул, тишина, проснулся, пожар Свой дом Виктор Саманов не узнает Огонь уничтожил резной карниз и расписные цветы на фасаде Хозяин разводит руками Там была терраска сначала, потом веранда, потом тростен и вот второй тростен Вот я в этом тростене, я спал, а я сам не знаю откуда, но что получилось Я не курю Постройка вспыхнула средь бела дня Очевидцы вызвали спасателей В Стасевку приехали сразу три боевых подразделения Пламя в любую минуту могло перекинуться на постройки неподалеку В лучших традициях голливудских боевиков Услышав треск шифера, соседи выбили окно и вытащили мужчину на улицу Виктор Саманов остался без крыши над головой Под ногами выжженная земля Повсюду остывают опаленные бревна От жара погнулся металлический навес колодца В результате данного пожара огнем уничтожен жилой дом, хоз постройки, а также баня Соседи стоят горой за погорельца Сосед хороший, не курит, не пьет Причину ЧП выясняют Хозяин дома подсчитывает убытки Максим Кимбель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры Корреспонденты Бобруйск, 360 Готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Помощь красных жилетов, ход конем И опасная еда в могилевских магазинах Нашли креветки с мышьяком Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня Креветки с крысиным ядом Инспекторы госстандарта нашли в могилевских магазинах Отравленные морепродукты В черном списке оказались марки «Супер» и «Люкс Люба есть» Лабораторная экспертиза показала Норма мышьяка превышена более чем в два раза Бракованные упаковки убирают с прилавков С недобросовестными производителями порвали контракты Для них временно закрыли дорогу в Беларусь Привет из прошлого В Варановичском районе тракторист наткнулся на снаряд времен Великой Отечественной Водитель позвонил в милицию На место приехала также саперно-пиротехническая группа Специалисты забрали бомбу, прошерстили поле вдоль и поперек Других опасных предметов не нашли Добрые отряды заработали во всех регионах страны Спецподготовку прошли около 900 человек Волонтеры покупают продукты и лекарства Относят их пожилым людям Добровольцы одеты в красные жилеты Носят маски и перчатки, держат при себе антисептики Заявки принимают по телефону 201 Третью линию Минского метро откроют в июле Поезда будут проходить четыре станции Ковальская Слобода, вокзальная, юбилейная площадь, площадь Франтишка Богушевича Сейчас строители завершают отделку Настраивают защитные экраны на платформах Проверяют систему видеонаблюдения Три золота, два серебра и бронза Белорусские спортсмены завоевали шесть медалей На международном онлайн-турнире по шашкам Соревнования приурочили к 75-летию Великой Победы Состязания прошли 9 и 10 мая на платформе playop.com И объединили 540 спортсменов из 24 стран Эх, прокачу! В бобруйских автобусах заработала бесконтактная система оплаты Новинку можно встретить на 11, 31 и 70 маршрутах Чтобы пользоваться системой, надо скачать приложение на смартфон Привязать его к электронному кошельку В общественном транспорте достаточно поднести камеру к наклейке с QR-кодом Остается выбрать нужное количество билетов и оплатить Кондуктор посредством своей карточки Специальный с таким же QR-кодом Индивидуальный на каждого кондуктора Подходит к пассажиру и пассажир сканирует Теперь уже ее код После чего она видит, когда был оплачен билет Когда он был приобретен Какое количество билетов вообще, в принципе, было оплачено Похожая система оплаты уже протестировали Во всех областных центрах И Борисове в Минске Ноу-хау стало доступно лишь на прошлой неделе Кому-то нравится, кто-то интересуется Но, во всяком случае, претензий нету И это самое, хвалят Без тормозов в деревне Лекерта Инамарка съехала на обочину и снесла забор По словам свидетелей, водитель был под шофе У хозяйки разрушенной изгороди буквально заслезились глаза Анастасия Пахлёстова передает с места ЧП Куски бетонного ограждения в перемешку с обломками от машины Аварию, которая случилась вчера вечером в деревне Лекерта Забудут не скоро Надежда Киреева признается Очень испугалась С коридора выхожу, дверь открываю Смотрю, мой забор На щепке летит вверху Дошка в хаты крышетания, война Я подумала, что с неба может самолет Не вписался Машина ехала по центральной Водитель повернул, не справился с управлением Автомобиль вылетел в кювет, упал на забор и перевернулся Бетонный забор разлетелся в клочья Обломки разбросаны по всему огороду На земле еще остались следы от шин Ремонт ограда наверняка влетит в копеечку Помимо хозяина иномарки, в салоне была 24-летняя пассажирка Они получили серьезные травмы и отправились в больницу Врачи диагностировали у парочки алкогольное опьянение Я помнилась, я выхожу, глядь, под машиной человек ляжет Я как крикнула обратно Наши парни взяли, его вытащили отсюда Они его так вот вытащили А у него кровью еще залита А потом его что-то парни там поколотили, поколотили И он поднялся, вышел сюда на дорогу, на травку И за наш дом удирать А тут милиция, его схватили, догнали Теперь сотрудники ГАИ выясняют детали произошедшего Анастасия Пахлестова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Майские качели После прохладных выходных столбики термометра взмыли вверх Днем погода удивила не на шутку Теплый ветер и 26 с плюсом Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианс? Необычно тепло, без дождя, снега и грозы началась эта неделя Правда, метеорологи пугают Жара пришла ненадолго Завтра погода знатно испортится Синоптики объявили штормовое предупреждение К ветру добавится мороз, почти как в январе Подготовьте теплые вещи и не забудьте зонт В американском Вермонте среди мая выпал снег Полярный вихрь пришел в Штаты из Канады И успел побить несколько температурных рекордов В горах столбик термометра опустился до минус 37 Порывы ветра достигали 140 км в час В Индии наоборот Внезапная смена погоды на севере страны Привела к пылевой буре и дождю Вдали сильно снизилась видимость на дорогах И резко ухудшилось качество воздуха На кадуне шторма в городе зафиксировали плюс 40 Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями Ожидаются дожди местами с мокрым снегом и грозой Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый Температура воздуха ночью от 15 до 17 Тепло днем 9-11 со знаком плюс В некоторых районах области Синоптики обещают до 20 градусов выше нуля Кристина Риянс, Павел Зуев, Бобруйск, 360 Своя квартира в столице по цене платы за съемную Крупнейший застройщик страны выступил с уникальным предложением Жилье можно купить в длительную рассрочку без первоначального взноса Такого нет нигде в мире В комплексе «Минск.Мир» рассрочка до 10 лет Это 120 платежей, которые вполне по силам белорусским семьям В рассрочку квартиры продаются во многих домах Застройщик инвестировал в комплекс более 100 миллионов евро Это и позволило продавать жилье на уникальных условиях Много домов и много квартир по акции Надо выбирать и покупать Разноэтажность, локация, но все рядом Потому что это «Минск.Мир» Новый комплекс в столице Который стал районом и претендует на звание нового центра города Премиальные дома, закрытые дворы и новый стандарт жизни Комплекс – это не только жилье Много коммерческих помещений Своя атмосфера с магазинами и кафе Велопарковки, спортивные площадки с тренажерами И здесь построят новый ФОК Каждый квартал продумывается до мелочей В каждом предусмотрены детские сады Обязательно с бассейнами или школы Например, в квартале Южная Европа Будет построен детский сад с бассейном Здесь также будут открыты магазины, аптеки Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе Школы в соседних кварталах, квартиры в домах площадью от 43 до 72 квадратов А квартал Азия – это юго-западная часть застройки, расположенная вдоль улицы Кижеватова С восточной стороны – новый городской парк Рядом детский сад с бассейном А в соседнем квартале сразу две школы, спортгородок и стадион Акция «Покупайте сейчас, платите потом» позволяет приобрести любую понравившуюся квартиру В этих домах в рассрочку до 10 лет без первого взноса Это достаточный срок, чтобы постепенно выплатить всю стоимость Не прибегая к кредитам и не выплачивая проценты Немаловажно, что платите за свою квартиру, а не арендную Плюсы – ну то, что рассрочка, то что сразу не надо сейчас с умом потихоньку можно выплатить Дома современные такие, более красивые Сыну купила Нобельского, сама вступила сюда в строительство Меня устроила цена и то, что быстро очень построили Ну и хороший район, и к вокзалу близко, и к детям доехать хорошо на метро будет Первый квартал комплекса Emirates Lux практически завершен, и его уже можно оценивать Уже завершены работы в торговом центре, который разместился внутри квартала И совсем скоро он примет первых покупателей Акции в комплексе суммируются, а можно получить максимальную выгоду Например, те, кто внесет 30% стоимости квартиры при покупке в рассрочку, получат платежные каникулы Это отсрочка по ежемесячным платежам на 6 месяцев А если половину стоимости, еще и дополнительную скидку В комплексе действует акция минус 10% на все дома квартала Северная Америка При покупке здесь квартиры ее цена, указанная на сайте застройщика, уменьшается ровно на 10% Если забронировать и купить онлайн через сайт застройщика, дополнительная выгода 4000 рублей Комплекс «Минск.Мир» в представлении не нуждается Район, который строится как город в городе Вся необходимая инфраструктура Две станции метро новой линии, городской парк Идет активное строительство международного финансового центра Тысячи новых рабочих мест и инвестиций со всего мира И если покупать новую квартиру, то именно здесь Новый стандарт столичной жизни – это «Минск.Мир. Город в городе» Это все из событий к этой минуте Следите за нами в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо!